Доброго времени суток! Предлагаю ключевые фрагменты решения этого задания. Преобразуем это уравнение к следующему виду в левой части. А. Х плюс единица по модулю плюс единица минус х по модулю равно минус 2 минус единица минус х по модулю. Правую часть обозначим через f от х. И убедимся в том, что f от х равно х минус 3, 3х меньше либо равном единице. И f от х равно минус х минус единица при х больше единицы. Следовательно, А, В, С точки это для графической интерпретации, которую я вам покажу немного позже. Так, h от х обозначим левую часть этого уравнения. И можно убедиться в том, что h от х равно минус 2а х при х меньше либо равном минус единице. 2а при х от минус единицы до единицы. И 2х при х больше единицы. Тут, конечно, нужно соответствующим образом аккуратно раскрывать модульные скобки. И в графической иллюстрации это получается точки D, E, F и G. Ну, а в графической иллюстрации несколько позже. Таким образом, данное уравнение имеет единственное решение в следующих трех случаях. Начнем при х меньше либо равном минус единице. Если х меньше либо равном минус единице, то уравнение принимает следующий вид. Минус 2а х равно х минус 3. Или, если х от минус единицы до единицы, то получаем такое уравнение. 2а равно х минус 3. Далее поступаем таким образом. Выражаем х через А. А затем вот в данное неравенство, в первое неравенство, вместо х подставляем соответствующее значение А. И получаем неравенство относительно А. И получается, что в первом случае, получается единственное решение, при А от минус 2 до минус 0,5 минус 2 входит. Второй случай. Когда х от минус единицы до единицы, тогда получается 2а равно х минус 3. Соответственно, х выражаем через А и подставляем в данное двойное неравенство. И после некоторых преобразований получается, что также единственное решение, при А от минус 2 до минус единицы, включая минус единицу. И, наконец, может быть еще одно решение. При х больше единицы, тогда получаем уравнение вида 2а х равно минус х минус единицы. Опять-таки, х выражаем через А и подставляем в первое неравенство. Получаем неравенство относительно А, решением которого является следующий промежуток от минус единицы до минус 0,5. Далее сопоставляем эти неравенства относительно А. И получается, что при А от минус 2 до минус единицы, не включая минус 2 и включая минус единицы, мы получаем одно решение из первой серии, второе решение из второй серии. А при А от минус единицы до минус 0,5, не включая минус единицы и минус 0,5, получаем одно решение из первой серии и одно решение из второй серии. И таким образом у нас получается ответ. что это уравнение имеет два различных решения при А от минус 2 до минус 0,5. Это, конечно, более наглядно получается в графической интерпретации, которую я вам сейчас и продемонстрирую. Соответственно, увеличим значение А сначала убедимся в том, что при А больше либо равном 0 естественно решений не получается. Решений не получается, поскольку H от X Y равно H от X это получается объединение двух лучей ED, F, G и отрезка E, F. И весь этот график находится над осью X или совпадает с осью X совпадает с осью X, если А равно 0. Далее уменьшаем значение А и убеждаемся в том, что при А равном минус 0,5 также решений быть не может, поскольку тогда получается, что луч ED параллелен лучу B, A, луч F, G параллелен лучу B, C. Так, если же уменьшаем значение А, то, соответственно, получается, что прямые ED и BA имеют разные угловые коэффициенты и, конечно, тут у нас где-то получится точка пересечения вот этих прямых BA и ED. И прямые F, G и BC также имеют единственную точку пересечения. Так, уменьшаем еще значение А. Получается вот одно решение из первой серии, одно решение из третьей серии. Так, и далее могут быть решения из первой и второй серии. Это будет до тех пор, пока точка Е не коснется прямой BA. А. И таким образом, при А равном минус 2, у нас получается только одно решение, а не два. А если А будет меньше, чем минус 2, то уравнение вообще не имеет решения. И таким образом, если А от минус 2 до минус 0,5, то данное уравнение имеет два различных решения. Материал подготовил Шиховцов Виктор Анатольевич специально для сайта Ягубов.РФ Виктор Анатольевич